В 8 утра написала сообщение, а у меня не было. Вообще, что это такое? Никто не потерял. Привыкли уже к тому, что я... Воздух. Вообще, даже не написала ничего, блин. Привет, Лорд, доброе утро. Аль доброе, бейс доброе. У меня... Кошмар, мы можем устроить. Кошмар, если надо. Я на доброе утро. Ну, день. В общем, я немножечко в таком... Специфичном настроении. Аккуратном. Как говорилось бы в ТикТоке, Luteal Face. Кто знает английский и биологию поймёт. Вот, поэтому... Не нарываемся. И вообще, я заметила, что... Ну, обычно никогда сильно никак не влияло на организм, всё вот это, но... Видимо, со временем... Ну, и начинаешь ощущать циклы по-другому. Вот. Липплесс. Ща. Чайка сидит там чихонечко. Здравствуйте. Так вот, я щит прогуливала, что делала. Занималась ТикТоком. Ща покажу, что сделала. Ну, просто похвастаюсь. Ща покажу. Ща. Да ветришь ты, что на английском. Это что такое? Вот. Сейчас буду хвастаться. Вот. Яркость, ладно? Вот, за вчера прописывала всякие... Это прям видео-сценарии. Ой, ничего не видно, вот так видно. Вот, прописывала сценарии для видосиков, разбитые по тематикам, сделанные в воронку и падающую горку, чтобы люди смотрели ТикТоки и проваливались в видосы. Вот, ещё обозначение всяких делалов. Вот, чем вчера я занималась продуктивным. Почему вчера стрима не было. Как можете увидеть, написала я немало. Это всё за вчера. Это всё сделано за вчера. И это ещё далеко не всё. В общем, у меня прям такой продуктивный вчера день был. Но именно по ТикТоку не по Твичу. Так что в активной подготовке, так сказать, всего. Вот. Будем троить. Кататься. Моя семья полностью в меня не верит и говорит, что у меня ничего не выйдет. Вот так вот. Ну-ка, ты про... Ну-ка, Лорд, объясни, вы сэплодин кибервалюты. Это вы про что? Про звёздочки в телеге? Даша, с прошедшим у тебя днём рождения. А я там это... Записывала одно поздравление. Бывает. Чё, Лорд, скажи, доброе утро. Мирочка, как у тебя собеседование? Или когда она? Так, Дашь, подожди секунду. Я смогу. Пока утро. Ком какой-то. Вы видели? Вы видели? Что началось-то? Нормально что было? Алло. Отмена. Отмена. Подождите. Отмена. Ну, чё, как и с гаданиями. Я, чё, про гадания расскажу сейчас вам. Отмена. Отмена заново. Надеюсь, сейчас нормально будет. Окей, больше концом не бьём. Я поняла. Это беда идея. Это я руина, да? О-о-о. Ну-ка. Подождите. Ой. Извините, главное, конечно, посмотрю. Ну-ка. Олеженька, а что воспринится? Я пустилась на этот канал. А сюда, плохо. Сейчас. Так. Дайте включу Мэйджин Драгонс. Пусть будет Тандер. Нет, Беливер. Давайте. Там про Веру было сегодня. Дашенька. Мэйджин Драгонс. Если не заходит в инсту, в любом случае, я поздравлю здесь. В общем, поздравляю тебя. С днём рождения. Более подробно всё ты сама прочитаешь потом. В общем, надеюсь, что ты хорошо отметила, что тебе подарили крутые-крутые подарки. Что всегда будет классная фигура вне зависимости от еды, вне зависимости вообще от любых обстоятельств и всего этого. Что хорошо пройдёт врывание зубов мудрости. Что суперкруто встретить кто-то Новый год. Новый год принесёт ему наконец-то любви, чтобы гадания мои не сбывались. Вот. Чтобы в доме всегда-всегда всё было вкусненькое. Чтобы было побольше гранжовых историй, которые можно рассказать. В общем, Дашки, ждём больше и больше контента. Так, с днём рождения. Я смогла. С днём рождения, Даш. Чат, ну ну поздравили с днём рождения. Ну-ка. Во, всё молодцы. Все молодцы. Это фиаска. Оп. Ну я жду вторую часть. Я жду. Я жду. Давай. С днём рождения, Мой. Там, 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 лента. Собес. Куда? Куда-куда? Ну, более подробно я хотел увидеть сама там это поздравление. Вот, ну чё-то, как это? А? Не, ну объясните, что такое цыбец? Я, конечно, это... Я сегодня думала, между прочим, с вами фокус-покус смотреть 1993 года фильм. Так что... А, Лили? Да, конечно. То есть, не звук мудрости вырывания они подарят. Да куда? Там, это... Кого? Кого? Парит? Это ж... О, точняк! Я же вообще забыла. Ну, сегодня пятница тринадцатая, как будто сегодня надо бы обязательно это... Каролина в стране чудес. Не, ну я могу пиратов, конечно, включить, но как будто Каролина сегодня под вайбу подходит. Духучно, я вообще про пиратов забыла. Я ещё в список на просмотр добавила фокус-покус, добавила трое 2004-го, потому что никогда в жизни не смотрела трое. И 300 спартанцев добавила. И вот пиратов корребцового моря. не, я вообще не это... не скрипучу за линпоум в последнее время ворону. Сколько в этом году подарков дашь? Здравствуйте. 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 Короче, насчёт пиратов. Бускамела, получается, на пиратов. А что хотите сами? А вот мне просто интересно, вы в пиратов хотите или Каролину сегодня глянуть? Я сегодня думала одеться в фату, всякое такое. У меня есть она. Я подумала, что лучше 31 октября. вот, поэтому надо спиртанца посмотреть. Просто Каролина достаточно психологический фильм, который можно разбирать. То есть, я смотрела его до этого очень-очень давно, но я понимаю, Каролина не разбирала с психологической точки зрения. Я смотрела на это просто как на красивую картинку. А ещё там оказывается, есть разные моменты по типу, не просто там глазки разные, а есть какие-то моменты, на которые можно заострить внимание и посмотреть. То есть, там, нос разный у мамы у одной, у другой, ещё какие-то фишки, там, welcome home, там, сделаны как кренделёчки, как, как эти, как пришитые пуговички или что-то такое. В общем, ой, китайцы, фоксированные, даже не фолловую, сообщений нет. Здравствуйте. 8 штук, не моё. Ой, коллекция. Вот, Битл Джулса, кстати, не смотрела тоже и можно как-нибудь его глянуть. По-моему, не смотрела. Может, на стреме, но я не помню. Правда. Вот, труп нееста в том году, первый раз посмотрела. Мне тогда понравилось. А ещё хочу Тайну Кока глянуть. Вот мы тоже смотрели, но давно было. ой, всё, выпало. Тоже смотрели, давно было. Ну, год назад, полтора, но я невнимательно смотрела, поэтому Тайну Коку я бы пересмотрела. Вот. Я в том году делала косплей трупа невесты. одевалась, одевалась. плюс-минус похожим пыталась быть. Ну, вот. Объясните про Собес, пожалуйста, что-таки. И что там про Хомикал? Объясните, лорд. А вот это вот. Я просто что-то не шарю. Насчёт щеки. Сейчас я уберу немножко, а то у меня тут это ужас небольшой. Сейчас я уберу цвет. Чуть микрофон не отопыла. Ну, теперь Алина. Лидочка. Ааа, Алина, я не знала. И всё, Лина обращалась, я думала, это ты меня. Алина? Короче, тогда по плану так, смотрите, чтобы я вас не расстанела с пиратом от Карибского моря. Давайте в следующую неделю мы смотрим пиратов. Ой, сейчас я уберу. В следующую неделю мы смотрим пиратов от Карибского моря, но в понедельник, напоминаю, в понедельник вечером, скорее всего, сделаем так. Будем проводить свою игру. Возможно, что-то изменится, я сообщу. И вот. Но пока ориентируемся на понедельник, проводим свою игру со школьными вопросами. Тематики раздвлены. Первая категория это начальная школа вопросы, «Премия школы и старшая школа». Ну вот. Там уже как бы все сделано. Возможно, немножко переделаю и добавлю туда еще мифологию. Потому что я только вчера почему-то решила загуглить, что такое Атлантида. Не знаю, почему. И вообще не знала, что такое Атлантида, как бы это ужасно не звучало. И слово Атлантида я слышала только в мультиках о «Затонувший город». Точнее, «Город под водой». Я даже не знала, что он затонул, за чего он затонул по мифологии. В общем, хочется немножко в это углубиться и, в принципе, сделаю свою игру, добавлю еще мифологию. Потому что по истории ну, вроде как это изучают. По крайней мере, Египет древний точно. А всеальное не знаю. Ну, в смысле, то, что город, где были большие-большие людишки по 3 метра ростом, которые очень были меркантильные, скажем так, и слишком некрасивые духовно, а-ля «Да что» на них это наслали Карлу потопили, скажем так. Потом Зевсу другие боги. Панте. 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 Мг. Мг. Так вот, в первую очередь, про щуку хотелось опять, сейчас еще. Мг. 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 Вообще, вон, то, что насчет того, что труп делаете после работы, вон, после работы выиграю 24 на 7 и нормально. Как на работу вторую. Ага. А-а-а, да куда же еще младше меня? Ей тем более рано за бесыти. Ей тем более рано. Еще рано, еще это. Давай, дашь. Чем? Слишком жадно и глубоко, что-то... не знаю, стоили это тематики. А почему тебе не нравится? Просто сама по себе? Каролин? Лина, извини. Вот, насчет этого. Насчет щеки. Вот, то, что спросили, как щека, не знаю, можете заметить или нет. Поэтому расчет не берем, тут ничего нет. В общем, в принципе щека уже пришла в норму. Сколько прошло? Прошло 4 дня. Если что, у меня немножко упадок сил моральных, поэтому я сегодня не такая активная, не такая прям супервеселая. Вот. Это нормально. Вот. И по итогу прошло 4 дня сверывания зуба мудрости. Как можете видеть, в принципе, я уже практически вспал весь отек. Я уже потихонечку даже начинаю жевать на той стороне, на которой зубы вырвали. То есть прошло реально времени чуть-чуть, но видимо, то, что у меня зуб был легкий, его легко доставали, то есть как бы не особо сильно травматично, скажем так. В общем, заживление проходит нормально. Поэтому в принципе я уже даже скулы видно снова. Так что заживает там хорошо. я недавно вспоминала Авриловин и что? авриловин не забанит. В общем, классная хотелось бы Авриловигне послушать. Спасибо, Даш. То, что сейчас все стали носить плюс-минус стиль Авриловин, ну вот подростки, нынешнее поколение. Ну, это просто замечаю. Я только недавно клипа впервые ее увидела. Спасибо, Даш. Ну, как ее лавигне? У меня лавин так легче звучит. Все. Спасибо большое. А, кстати, там в Яндекс.Музыке по-моему ее же банили, почему-то я думала. Или это у Шакира нет популярных песен там. Или что, как. Просто я знаю, что в Яндекс.Музыке мало песен лавин. Так, тут без слов. Инструментал. Давайте вот это. А, ну вот, я думаю, может, я что-то так наживаю. Называю. Называю. Вот, еще заметила, короче, изменения из зубов мудрости. Спасибо, Даш. Еще раз. Заметила изменения из зубов мудрости. Во-первых, стало больше портавить по утрам. Прямо говорить не могу нормально больше кортавость, во-первых. Во-вторых, появляется как будто иногда шепелявость. То есть от того, что челюстная структура немножко изменилась и нет зуба, скажем так, все равно ощущения другие во рту и все равно немного артикуляция поменялась, потому что говорить все равно больно, и открыть рот больно, есть больно, все, еще чуть-чуть. Поэтому это немножко изменилось и прямо чувствуется шепелявость. Шепелявость и портавость. Так что, если кто-то будет вырывать зубы мудрости, вот, вот, какое может быть у вас. Будьте готовы, если что. Я не могу называть твой ник, честно. Я что-то тогда не хотела, что я сонюю. Здравствуйте. Давно у вас не было в уличных гонках, я вчера была занята тиктоком. Вот. Описывала все кое-что, ну и как бы такое-то, так скажем, бывают у девочек эмоциональные спады, когда надо отдохнуть. Вот. И вчера был такой день, и сегодня немножечко такие последствия, что сегодня не это, не супер такой активный день. Вот. Мы прошли тогда, когда было суперактивное настроение, а позавчера ого, где валятся эти конфетюшки. Вот. Сегодня, если что, предупреждаю всех стареньких, новеньких, что сегодня от меня не ждите, пожалуйста, суперактивность, суперпозитивность, потому что сегодня, правда, более спокойное, что ли, хочется закутаться в плед, взять что-нибудь, не знаю, вкусненького, но я сегодня не буду есть, потому что я и так обделась за все эти дни, слишком много ела. Вот. Кто не знает, еще, например, в ТикТоке идет у нас много что-то про ТикТок будет, потому что сейчас активно исследуется тему. очень много мемов, скажем так, про лючуал фейс у девочек, как бы, по МС, да, на русском языке, перед, там, неделька перед, что девушки готовы в это время лговать, и лучше вообще с ними не разговаривать, не ходить на свидание вот за неделю до, и вообще не видеться. Вот. Так что будьте аккуратнее сегодня. Вообще, на самом деле, стало реально замечать разницу. ой, ты молодец, ну, ты прям круто хороший, по-друге этот человек просто готов взять и приехать к близкому человеку провести, там, если он болеет, провести что-нибудь, там, не знаю, или что-то не случилось морально, взять и приехать. Это прям супер круто, и что ты не добиваешь и прям едешь. Я помню, у меня была подруга, в общем, у меня была девочка, которая, у нее были тяжелые психологические такие проблемы, то есть она там прям не могла там встать с постели, там, разрезы, которые вот так вот расходятся на две стороны, то есть прям глубокие, жесткие, опасные, всякое такое на венах и везде, вот, и я прям тоже приезжала к ней домой, даже если она не хотела выходить и встать с постели, приезжала, вытаскивала с вкусняшками любимыми и всем вот этим. Вот. Ну вот тогда, не, в основном вообще обычно реально ультра спид настроение такое. О, кстати, я знаю, что с вами с Удисей. Вот. Обычно такое ультра спид настроение, и ребята могут подтвердить. Катя, скажите ведь, что да, что обычно супер весело и интересно, что я разгоняю. Скажите да. Пожалуйста. Не представляете меня. Спасибо. Спасибо, спасибо. Эээ, манкистра, так не считается. Отпадется, один-то все испортит. Так вот. Почему я так... Ну, бывают вот такие неспокойные. Что-то я хотела к чему-то сказать. А еще у меня немножечко проблемы с памятью начались. Ну, то, что я в последнее время мало сплю, и, ну, не мало, чуть меньше. И поэтому проблемы с памятью, поэтому я могу забывать немножко. А что такое папуха, Аделард? Моя первая папуха. Ну-ка. Я бы хотела вот девочку с плохим ником сказать. И забыла, что хотела. Ладно. А вы откуда я видела, потому что евро это Германия? Или где это? Вообще, что я хотела сказать? Думаю, я вроде одна думала, откуда тут в руках. Это где? Что загуглю? Это где? Так вот, что обычно тут супервесело что-нибудь разгоняю, а сегодня вот такое больше пчеловое, да и то, что поздно запустило на самом деле уже. Тоскан, это где? Центр Италии. Подождите, короче. Как бы странно это не звучало, но одна из тематик, ну не тематик ТикТока, который я хочу делать, а один из разделов, скажем так, развлекательных, то есть в основном это будет полезный ТикТок, но также будет развлекательный. Хочу делать всякие мукбанги, не в плане есть на камеру, а пробовать всякие необычные штуки. Вот, где у меня итальянский? Во, 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 подожди. Тирамисуджи считается итальянской едой. Вот, она как раз нашла штуку. Он сильно отличается по вкусу, чем СМГшное. Вот итальянский на самом деле оригинальный или нет? Оху, нифига себе, реально люди еще с Италии? Вы что? О, что за смайлик пирс? Что-то на непонятном. Так, все с обратно уберу. А еще можем сегодня устроить за тест, короче, чаев. Сейчас. Не знаю, видела постоянно во всяких ТикТоках и везде-везде-везде, что люди покупают набор Кёртис. Вот такой вот. Сейчас покажу. Эть. Кёртис. Набор. Вот такой, не знаю, может, вы здесь видели. Вот такой вот набор десертных чаев. Вот он. И у меня бабушка купила себе. И я поэтому пришла к ней и стырила по одной штучке. Привет, Сэндон. Супер, Сэндон, ты же раньше не был у Мэнсон, Мэдисон, девочка, а ник у нее был такой. Нет? Просто как в голове такое. А как вы туда переезжаете? В плане по работе или как это было? То есть, с родителями? Дикорады. Вы иску-то такие интернациональные. Я завидую белой завистью. Ну ладно, ладно. Просто помню я в интернете раз с ником Сэндон и думаю, откуда у меня по ней похоже. Так, тут есть, короче, вишня, Забелла, вишня, виноград, виноград и Забелла, оранж и чоколаде, есть труфели, прям очень с труфелем хочу, наверное. Есть баунти, белый чай, я никогда в жизни не пила белый чай, меня на интересах, и манго зеленый чай. Голосуйте. Потестим. Манго, зеленый, баунти, белый, Забелла, виноград или оранж и чоколад черный, в принципе, под вайп осени, или труфель черный тоже, тоже под вайп осени. А там есть наумат виза, да, я так понимаю, в Европе? Я думала, что остаться в Европе намного тяжелее, что, ну, знаете, как говорится, где родился, там родился, как бы это странно ни звучало, в том плане, что, ну, своих граждан берут чаще. То есть, если, например, будет два человека с одинаковыми умениями, то скорее возьмут гражданина страны, чтобы, ну, не побуждать, оставить безработицу, все вот это. У них все медленно и лениво в Италии. Это, знаете, я слышала, что, где, в Азии, по-моему, все очень медленно, вот так вот, долго-долго-долго, там, Вьетнам, например, что-нибудь вот такое, там, и слышала, что они супер тупят, медлительные. Мне кажется, вот, если там все настолько лояльно, то есть, вот, если бы, мне кажется, я была в Италии, и люди бы тупили и ленивились, нет таких слов на русском языке, но не суть, сегодня есть. Сегодня мой русский не поставлен, мозг отключен, в связи с перенагрузкой и стрессом. Так вот, начала отслеживать, что очень сильно раздражают медленные люди. То есть, я стояла на кассе, возможно, конечно, это зависит от дней женских, да, но я стояла на кассе, и девушка очень сильно так медленно все делала, вот, знаете, как правда из Зверополиса ленивец. Я думала, я бомбану. Ну, то есть, она сначала одно делала медленно, другое медленно, и мне, вроде бы, никуда спешить не надо, я никуда не спешу, но я думала, я сгарю сейчас. И когда люди медленно разговаривают, вот, знаете, когда ты, можно сжать, например, X2 на видео, и когда X2, это все равно медленно. И ты все равно хочешь добавить еще быстрее, ну, там, нельзя по функциям плеера, скажем так, еще быстрее сделать. И ты сидишь, слушаешь в X2, а это все равно медленно, и я прям сижу, и я думаю, боже, вот мне информацию, ну, тут надо посмотреть, да, например, какую-нибудь там техническую. Но мне настолько медленно, и я сижу, злюсь от того, что, раздражаюсь от того, что это так медленно, но при этом одновременно надо. Привет, это тача. И ты творога. И таки. И ну, здравствуйте. Так. В общем, смирилась, скорее всего, летом буду искать какую-нибудь страну для жизни. А вот то, что вы делаете на себе в плане, чтобы, как вы получили визу? Ну, вот, например, по работе. Ну, то, что я увидела, а потом дальше, чтобы продать визу, там, получается, Digital Nomad, или как это работает? Более закрытое общество. Восточноевропейские, так, у меня, если что, с географией все очень сильно плохо. Охайо. О, не, у нас тут он на Мэтчниковнеи. Почти. Ой, про Нидерланды мы же говорили, по-моему, на прошлом стриме, да? Потому что это или было, или у меня опять эффект даже его какой-то. Я с ума начинаю сходить по чуганничку. Да, сто процентов говорили, я упоминала в прошлом стриме, что у нас девочка-стриммерша в Индерландах, ну, знакомая. Вот, вместе с Дашей. Не знаю, Даши здесь нет, что ей там прям очень сильно нравится. Ну, вот, в Чехии были знакомые. В принципе, говорили, что хорошо, но... Вот, не особо сильно, прям, вот, колоссальные изменения. А там нет такого, например, как в США. То есть, если ты в США работаешь, например, по визе Талантов, там, О1, да? Или EB1, рабочая виза. Если ты работаешь по ней много-много лет, ты можешь получить грим-карту, ну, вид на жительство. Постоянный, навсегда. И потом уже начинаешь получить паспорт. Там такого нет, что много раз делаешь рабочий, а потом можешь получить ВНЖ. Потому что я знаю, что если ты в Турции живешь 5 лет, по-моему, да? По-моему, 5. На постоянной основе, то ты тоже можешь на паспорт подать. Особенно женщин. Я думала, вообще, женщин меньше пускают в Европу, во всякие такие страны, потому что... Ну, вот, например, в США такая ситуация, просто раньше тематика эта интересовалась. И, например, одиноких женщин реже пускают за границу. Потому что они могут найти себе... Ну, выйти замуж, там найти себе мужчину. И, соответственно, это не очень сильно нравится миграционным... Ну, консулам... В посольствах. Интересно, насколько дорого жить в Нидерландах? Есть же видосы Птушкина. Вообще, на самом деле, я бы хотела на него посмотреть. Ютуб Птушкин. Ютуб Птушкин. Это не то. Птушкин. У него есть про Нидерландах? Нидерландах Птушкин. Нет. Уже нет, что ли? Птушкина. Норвегия есть. Варламов. Не особо сильно его люблю. Вы, движи, имеете в виду какого-то кексового или какого? Так, трюфель или шоколад? Ну, давайте шоколад попробуем. Варламов. Варламов. Чоколад. Ну, Норвегия, безусловно, красивая. Тут сегодня миллион просмотров. Вау. На 12-15 лет жить, чтобы ждать гражданства в Италии очень долго. Подождите, а это в Италии или в Испании? Где там к тебе может пробраться бомж в жилье, пока тебя нет, например, дома, да? Пока ты в командировке где-то. И остаться по итогу жить, и ты не сможешь его выдавать. Это где, в Италии или Испании? А, и там, и там. Америка? Ну, нет, ну, в Америке такого нет. Я знаю, что в Америке, везде, в смысле, ну, в Америке ты можешь выгнать спокойно, твою территорию, не может никто заходить посторонний. Я не понимаю, почему это вот в Испании есть такая штука, типа, из-за чего она вообще произошла. Ну, это же твой дом, твое помещение. Я знаю, что в США очень много бездомных самых по себе, в плане, например, в Аллее самая популярная, потому что тёплый штат, в принципе, который отдаёт много субсидий безработным, и, соответственно, им, ну, не надо идти на работу, скажем так, потому что их и так хватает денег на шернуться или ещё что-нибудь, вот, и что там не особо сильно безопасно, вот, в Америке из-за этого. Ну, не во всех штатах, разочное оружие, типа, если ты где-нибудь в Техасе, ещё где-то, конечно, да, кантовые территории зайдут, но не во всех штатах можно носить оружие, поэтому... У нас, кстати, девочка из Норвегии есть, писательница в чате. Ну, вот, не знаю, есть сегодня. В смысле, они не могут их выселить, потому что бомжи с детьми залазят или... Ужас. Я не... ну, я не представляю, как это. Почему, если ты плачешь за жильё, ты купил эту квартиру, ты её обустроил, ты... Как ты должен... что вообще? Ну, блин, я понимаю, когда государство на стороне ущемлённых мигрантов, как Германия, например, которая даёт субсидии новопримывавшим мигрантам, которая, там, даёт бесплатное образование, например, в немецких... на немецком университетах, которая, там, не знаю, помогает, так сказать, работу новым мигрантам. Это я понимаю, когда ты на стороне и помогаешь новым мигрантам вливаться в жизнь общества нового. Но вот это не ок. Мы закрыли, ну вот да. Ужас. А как это? Спасибо за футу всё-таки. Для меня это непонятная ситуация. Вот что бы вы сделали в этой ситуации? Как бы... Мне непонятно это. Там, кстати, ну, кто не знает, только раз уж у нас зашла тематика про путешествия, про переезд в другие страны, в скором времени, по-моему, какого-то там, октября, не помню, 4-го, 5-го, начинается несколько недель, когда ты можешь сделать регистрацию на Гран-карт-лотерею, вдруг кто-то хочет. Вот. Но не советую играть просто так, если вы не хотите получить вид на жительство в США. Вот, если что, есть возможность поиграть в Гран-карт-лотерею. У россиян... Не помню, какой шанс, там, что-то 0,5% или 1%, что-то вот такое, вот, выиграть. И так что, вдруг кто-то из вас победит. Вот. Так что можно заполнять в октябре заявление, и потом в мае следующего года будут облашены результаты. Ну, кому-то надо. Просто напоминалочка. Я бы обалдела для начала, так я про это и говорю. Ну, я вот сейчас сижу, вот, я представлю, вот сейчас сижу, да, вот на месте, и мне послышалось, что кто-то ходит там сзади, ну, в квартире, это на улице, конечно, но не послышалось. Я уже обалдела. А если бы реально кто-то ходил. Ну, что по итогу закрыли бы. А стоп, а вот смотрите, в... Как бы это у нас не звучало, да, там в Испании, Италии, или где там вот вы написали 12-15 лет надо жить, да, чтобы получить паспорт гражданства, точнее, в Италии. А это засчитывается время в тюрьме тоже. Бесплатное жилье, книги. Какие тюрьмы в Италии? Если как... Где там классные тюрьмы? Где там социализация, книги, все вот это. Да ты, но отсидел 12 лет, и это... Ну, я думаю, что там есть... Вау, в Норвегии. Я думаю, если там уголовка, то, наверное, вообще не дадут на гражданство податься. Потому что, ну, это логично, что если ты нарушаешь сильный права, то как бы, иначе, тебе оттене быть гражданином. Неплохие, привет, Ашли. Не, ну, конечно, в такой тюрьме я бы пожила. Норвежская тюрьма. Швейцария еще? Недавно смотрела видео Айтипедии про Швейцарию, где он рассказывал, насколько это, в принципе, богатая страна, что там качество продуктов в магазинах 5.0. Ну, вот, есть какое-то приложение. Привет, Фенди. Есть... Ого, сегодня адекватно, молодец. Что есть приложение, оценивающее качество продуктов, качество именно, не знаю, вообще и фруктов, всего. И оно, видите, показывало очень хорошее качество, и Айтипедия рассказывала, что нигде такого не видел, кроме как в Швейцарии, и что, да, у них очень дорогое жилье, проживание, продукты, все дорого, супер, но при этом они могут поехать в любую другую страну в Европе и чувствовать себя королями за счет того, что для них там все очень дешево, ну, по сравнению с их страной, вот, но при этом огромный минус в Швейцарии, что слишком премилирует взрослое население, например, вот проводится опрос, ну, из видео проведу пример, что, а вы знакомы, Пирс? вы вместе? Ну-ка, то, что, вот, например, люди хотят, например, молодые, сделать, не знаю, провести там 5G, 5G, да? Ну, или там сделать, например, бассейн, но проводится, например, голосование, а хотят, нет, есть вот это, ааа. я просто думала, что у тебя ник Пирс в честь Эшли, думаю, нифига себе, ну, вдруг вы знакомы, такое бывает, и по итогу, что, из-за того, что большинство населения, это взрослое, такое, преклонного возраста, то они отказываются от этих инициатив, со словами, зачем нам нужен такой интернет, и зачем нам нужен бассейн, если мы не будем двигаться, и что поэтому очень это, не особо в большом количестве молодежи, там и у них нет как бы права голоса такового, скажем так. Подожди, а почему, а зачем ждать, в смысле, он не к дому должен, не к квартире? Так, Фэнди, ты тут это? Я замечательный советский фильм на эту тему хочу, все равно еще огляну. Обязательно сообщу, а как сообщишь? С норвежской можно? Слушайте, оно... Это вообще выглядит отлично, слушайте, это выглядит лучше, чем моя комната. Ну вот, если мы выключим свет, ну вот, посмотрите на мой потолок, да, и мы увидим, что там торчит просто что-то, и поймем, что в этой скандинавской тюрьме даже лучше это выглядит. Ну, тут уже похуже визуально, именно за счет штор и старого. Ну, затюрма, вау, конечно. Хороший отель, ну, относительно. не смотрела, какой. Сейчас гляну. Подожди, а вам не доставка не до квартиры, что ли, дашь? Не еда, что ли? Или там что-то такое? Сейчас, только дайте гляну черну в Японии и в Швейцарию. Слушайте, что-кл*** в Швейцаре, мне нас сухи не открываются. Мне уже места не хватает. Вау. Это выглядит вау. Так, есть картинки, пожалуйста? Пони. Как мне назад сделать? Нет, ссылки, давайте я закрою лишнее. Ручнивай, формира, сын, грибы, шампиньоны. Все, что мы обсуждали с вами здесь у меня. Так, маску я скинула, ссылку на маску, зелениумы, миллениалы нас обсуждали. Это я вам советовала. Это мой мюзик. Сейчас я закрою лишние вкладки, у меня не хватает места. Ура. Я смывал эти вкладки. Так вот, выглядит как санаторий какой-нибудь. Да, блин, даже, я думаю, вот это тоже выглядит. Хоть это... маленькая, и без стола, без всего. Хм, есть туалет. Нормальная плитка. Белый матра... Это что вообще? Нидерланды. Ага. Я понимаю, какой там подарок, видимо. я бы даже не уходил, бесплатно питаешься. Живешь бесплатно. Нет, сейчас посмотрю. Про фильм посмотри, про термо, вот это, японскую, это, и... это италоязычная часть. Но вот я не помню, про какую часть говорил Айтипедия, на самом деле. Так что тут не подскажу. Как там было. Хочу в тюрьму. Боже, что это музыка? У Аврила... Хочу в тюрьму. Есть песня про Смэндж Боба. Алиса Молна. Так, в Японии тюрьму хотела посмотреть еще. Зона комфорта. Еще на самом деле, если реально там есть интернет, я знаю, что у них есть гуляние, социализация, у них есть обучение новым профессиям. И это прям супер круто для термы, потому что у тебя не просто наказание, а реально как исправительная работа, ты становишься новым человеком. По сути, тебя заточают в условиях и говорят саморазвивайся. Все. Привет, Лерочка. Ну вот, он говорил там про Палестину, очень много всяких граффити, всего такого. И все, по всем чатам. обязательно сообщим. Ого, а что там за другое подарок даже? Ну-ка. Так, хочу в тюрьму. Россия 1099-й. 7-1? За что? Я не смелую, я сделаю за выходные, как и свою... Ну, просто так. А там они одиночные, по-моему. Голландское терапево. Не, ну это же везде запрещено. Тут просто про то, чтобы не было сексуализации, какой-то меня, восприятия, именно как катить яйца, все вот это. Чтобы, ну, воспринимали адекватно. Ну, плюс как бы муж есть, поэтому вот Ай, комплиментов. Вот. Так, и про зону комфорта. А, это сериал? А, не фильм. Нет, фильм. Сериал, сериал. Ммм. Другой там можно. Ким? Ня-дя-дя-дя. Семи-сем, кстати. Это не оно, он укрытым с Харламовым. Все правильно, как вы сказали. В 1724. Меня клавиатура добыл, ты какая-то? Не-не, все правильно я открыла. Вот эта девочка красивая. Ну, вот эта. Все места отдать не хватает. А японская? Японская. Ну, как будто японская похуже. Столик для еды, это для чего-нибудь. Постель, полотенце, туалет. Ну, нет, она похуже. Блин, мне кажется, духи на подарок такой тяжелый в том плане, что подобрать надо. То, что понравится. То, что человек любит. Все в одинаковой форме. Не знаю, почему, но для меня Япония и Корея почему-то воспринимаются, знаете, как страны, не знаю, вот, вот, стереотипное мышление какое-то, вообще, возможно, ложное, ошибочное, что Япония и Корея те страны, в которых, знаете, не особо сильно это воруют. Китая нет, а вот Япония скорее почему-то да. Не знаю, почему, такое ощущение, что там все настолько строго и правильно, что можно спокойно и безопасно ходить и никто не будет нарушать сильно. Так, Швейцария. Они до сих пор живы? Ну, как бы, есть кульки кудзе. Китай еще строже? Ну, просто я про то, что в Китае безработица идет и из-за этого, возможно, есть воровство и кражи. Скорее, поэтому, думаю. Насчет якудзе, я видела, что есть какой-то стереотип, что если человек идет в татушках весь, то, мол, он якудзе. Не знаю, почему такое расположение. Я бы очень хотела съездить в Корею. Сначала самым первым в Корею хотелось бы. Не знаю, очень. И потом, наверное, Япония, а потом Китай. В Корее ты можешь быть 60 дней единоразово и 90 дней за полгода. Ну вот, то есть можешь прилететь на 60 дней, побольше 100 дней там, потом вылететь, еще раз залететь на еще 30 дней. Вот. Но там уже весной, в апреле, по-моему, еще Сакура начинает свести, если она начинает ехать на нее. 7,7. Вообще не особо сильно люблю российские сериалы. Последний сериал, который смотрела российский, это был вот этот. Смотрела «Обратная сторона Луны», смотрела вот этот сериал, у него рейтинг хоть в 6,7, на первый сезон хороший, только то, что как современный человек попадает в СССР. Первый сезон классный, второй немножечко как будто похуже. Вот он. 7,7. Ну вот. Такой необычный. Ну а так само все как-то странно специфично отношусь к сериалам российским. Но этот хороший. Могу посоветовать. Я скорее хочу в Китае, Японию, всякое вот это просто от того факта, что это совершенно другой мир, совершенно неизвестно тебе. То есть, например, тот же Дубай, там, да, возможно, все уже ездили, постоянно слышат знакомых, все вот это. В США много кто ездил, все такое, тоже, конечно, совершенно другой мир, но за счет, ну, культуры, на которой большинство из моего поколения выросли. Ну, это поколение западное чаще всего, потому что потребляли маркетинги их, продукты их, фильмы, сериалы их, книги их читали. Соответственно, как-то ближе к ним. Но вот Китай, Япония и Корея это что-то вообще неизвестное. Вот для меня лично. Ну что? Ну, ну, ну ладно, я знаю, что у меня в первый раз взрослый, как бы в это нет. На советском. в российском. Актер, ну да, да. Я бомс для дубайского. Бомс пока что. Ну, конечно, хочется везде побывать. Вот стану бьюти-блокером популярным и можно ездить. Ну, Нет. Так так нельзя. Я против жизни. Ну, Слани, когда идет жизнь на кредит, как в долг или еще что-то. Хоть плачет. и тем более, не забывай про мужа договориться сначала надо. Угу. Это какая традиция? Да, все альки плачут. Сланица. Так, давайте это. А-а-а. Я хотела девочку-актрису посмотреть. Ну, ладно. Я думаю, ну, такое. Еще какую-то актрису хотела посмотреть. Тоже отсюда, по-моему. Вот это. Это что такое? Это что? А что это за праздник такой праздник? Что за традиция? В чем ее суть составляется? Это мне вбивать вот так прямо? макс, да? Не убивается? Как загуглить? Или это а широта и долгота извиняюсь. Это это я забыла географию. Это что? Азербайджан? Это что? Не понимаю. это Дубай и это мол а а у них есть маленькие окна в честь стран? Италия Ничего себе, Night Kingdom Они заселены или нет? Мазамбик, Мадагаскар, Канзания Оман, Катар, Туркей Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Гайланд, Гонконг Отдельные Филиппины На спутник Сейчас найду Как тыкнуть? Вот это да Слева снизу Все вижу, спасибо Вот так, наверное, да? Что? Леерс? Что я не так сказала? Не понимать Ой, фу 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 такое, фу такое про дельфинов Мне вот это интересно как это выглядит Эть Как мне тыкнуть сюда человечка? Как это работает? Оп Фу Фу Ладно Да тут нет сателлита Сателлит Ну я сделала Топ Топ Наталья Нурерскореи Необычно Тайван, Ньюзиланд, Астралия Макао Антарктик А в честь чего это сделано? В честь Дании просто? Или похвастаться, что вот такое у нас вот есть? Соха-Бич, Калифорния У них отдельная для США, что ли? Колумбия, Амазонка, да? Потому что, думаю, Соха-Бич Они США сделали еще по штатам? Отдельно? Потому что есть Техас, есть Калифорния Есть Соха-Бич, есть вон Что еще? Просто вот так, ну ладно Ну я вижу, где-то отели есть, да Вот в Нидерландах, например, дома А как тебе добираться, если ты хочешь до самого Дубая? Тебе надо доплывать? Ой, какой он огромный Как же жить на этих местах получше? Ну-ка, это ТЦ? Ладно, давайте отойду Австралия пустая Тайвань пустой Узбекистан Пешеходная хайкинг-эре В общем, я поняла, они все пустые В основном вот Айленд и Нидерланды Так, давайте отойду Чайник поставлю Вам пока включу контекстно И отойду Чайник поставлю Так Сейчас Не работает Не обновляется страничка Ага Поделиться Сейчас Мне как-то поднадоело Африлови Хочу что-то такое Вот так вот Например, ну как обычная машина Ма-ши-н Все Играйте Сейчас приду Так Оп-оп Оп Африлови Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 А что там со словеней не так? Я думаю, нифига себе, там даже альт не отгадываю. Я думаю, нифига себе, думаю, что я зря включаю контекстно. Конечно, мне это ничего не стоит вообще абсолютно ничего по силам и так далее. Но я думаю, вау. Думаю, что это такое? Почему никто не хочет играть? Я же на секунду успела так это... Угорчиться. Да блин, что мне не нравится? Я, кстати, не знаю, как я сделала так, но у меня теперь кинопап работает даже не через зеркало, а через обычный. Но я пока еще не закрывала, конечно, гугл, возможно, поэтому. Мне кажется, закрою гугл и все сломается. Так, задача на мультик. Первая. Не уткнуть. Вторая. Не есть всякий бред. В принципе, на протяжении стрима ничего не есть. Задача будет тяжелая.